ребята всем привет с вами сашка япончик и сегодня я вам хочу показать автодилер в японии значит это город осака называется big moto это автодилер как и новых такие был автомобилей можно сказать это вторичный рынок хочу вам показать вообще по каким ценам мы покупаем обычные жители покупают автомобили в японии был автомобилем смысле так как японцы обычные жители да не покупают машины на аукционах я уже когда-то говорил аукционы на самом деле предназначены для предпринимателей а обычные люди не имеют доступа к этому аукциону поэтому люди покупают все у автодилеров иначе бы просто автодилеров бы не было согласитесь все выбрали на аукционе так как на аукционе просто намного дешевле в общем давайте будем смотреть цены здесь разные марки разные модели в этом у этого автодилера вот давайте начнем мазда смотрите cx 5 2018 года с пробегом 17000 километров 2 миллиона 700 тысяч иен вот в таком состоянии в принципе здесь все автомобили в хорошем состоянии они все тут открытые здесь можно полазить посмотреть вот вы сами видите салон детально рассматривать не будем просто будем смотреть примерно цены потому что все мы все равно не успеем посмотреть согласитесь идемте дальше вот toyota harrier смотрите это 2019 год с пробегом 23 700 стоит 3 миллиона 300 тысяч иен на вот таких вот дисках тоже давайте посмотрим состояние салона примерная да вот ну такое видите немножко сиденье вижу поцарапано чуть-чуть потерто у водителя а комплектация хорошая даже также есть подстаканники то есть не сильно так уж и дорого до согласитесь 3 миллиона сколько 300 тысяч иен дальше опять идет корек опять же toyota harrier тот такая же цена 3 миллиона 300 тысяч ян с пробегом уже 18 500 смотрим состояние но с водительской стороны веке мало места чтобы дверь хорошо открыть вот вижу сразу же рыжий салон состояние руля идеальная просто нету никаких даже царапин мелких сиденья тоже состояние салона просто класс ребят вижу вот маленькую такую царапинку но это совсем ее замазать можно легко вот сами видите цены дальше у нас идет что это raw 4 значит 19 год с пробегом 45400 цена 3 миллиона 200 тысяч иен 4 в.д. с двигателем 2 литра состояние салона тоже удовлетворительно смотрите очень даже очень даже хорошее состояние салона руль в хорошем состоянии да и вообще я вам скажу в целом неплохо как-то не недорого даже до идемте дальше 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 у нас опять же raw 4 цена 3 миллиона 900 тысяч йен с пробегом 10 километров это новый raw 4 ребята дальше у нас идет тойота хайлакс 3 миллиона 940 тысяч йен то есть ну грубо говоря 4 миллиона йен 21 года ребята пробег 21 тысяча 400 километров смотрите состояние салона тоже ну вы поняли да в принципе состояние состояние салона соответствует пробегу то есть можно сказать новая машина практически даже знаете еще пахнет вот навьем еще вот пластмасса и вот так дальше у нас идет прадед с двигателем 2 и 8 с пробегом 41 тысяча километров 5 миллионов йен 21 год посмотрим что тут по салону тоже в принципе салон можно даже я так понял не рассматривать салоны до будем так побыстрее пробегать тут не только внедорожники тут разные есть смотрите 5 миллионов 100 тысяч йен двадцатого года двадцатого года с пробегом 27 тысяч километров идемте дальше новый хорек 3 миллиона 600 тысяч йен с пробегом 22 800 километров 21 год дальше у нас идет но toyota но ага ценника здесь нету скорее всего она не продается или только стала на продажу ценника нету на этой тоже ценника нет в общем дальше идет suzuki jimny 4 вд с пробегом 5000 километров 21 года цена 2 миллиона 750 тысяч йен смотрим салон все нормально здесь вообще такая просторная машина на самом деле она хоть и выглядит маленькой но и сзади даже сиденье есть дальше смотрите mazda cx 3 с пробегом 34 тысячи 600 километров 2015 года стоимостью 1 миллион 400 тысяч йен дальше смотрите mazda cx 30 с пробегом 21 21 тысяча 470 километров 2020 года 2 миллиона 300 тысяч йен дальше идет honda vezel тоже 20 года с пробегом 3600 километров стоимостью 2 миллиона 500 тысяч йен дальше идет смотрите yaris cross гибрид с пробегом 19 тысяч 600 километров 2020 года стоимостью 2 миллиона 800 тысяч до извиняюсь 2 миллиона 750 тысяч йен дальше у нас идет toyota sienta 2019 года с пробегом 12 тысяч 100 километров стоимостью 2 миллиона 100 тысяч йен honda freed 2019 года с пробегом 17 тысяч 400 километров стоимостью 1 миллион 900 тысяч йен давайте посмотрим салон до в этом фриде смотрите салон в отличном просто состоянии я не вижу изначально никаких не мелких царапин не на руле не на торпеде нигде в общем также сиденья то есть все в хорошем состоянии что хочу сказать вообще по кузову ребят по кузову все нормально и бывают вот такие вот видите мелкие царапинки вот как здесь увидел а нет смотрите здесь тоже есть видите то есть такие машины видите то есть много японцев на самом деле особенно кто покупает вот такие машины они на эти царапины даже и не смотрят это вот серьезно говорю toyota esquire 2018 года с пробегом 30 тысяч грубо говоря 30 тысяч километров 2 миллиона 400 тысяч йен это не гибридная версия также все вот эти машины которые мы смотрели без аварий это nissan sirena 2014 года с пробегом 34 тысячи километров стоимостью 1 миллион 700 тысяч йен это гибридная версия давайте посмотрим здесь салон да салон тоже идеальное состояние здесь тоже идет nissan sirena 2018 года 40 тысяч километров пробег 2 миллиона 300 тысяч йен дальше смотрите тойота но давайте ценник посмотрим тойота но по крайней мере но так у нас в японии называют я заметил что некоторые люди называют по-другому ну это на самом деле ничего страшного смотрим ну а значит с пробегом 12 тысяч 300 километров 2021 года стоимостью 2 миллиона 900 тысяч йен toyota voxie кого года 2017 года с пробегом 92 тысячи километров стоимостью 1 миллион 800 тысяч йен стоимостью 1 миллион 900 тысяч и состояние салона ага вижу сиденье порвано я немножко водительская смотрите видно на ай там вообще смотрите вот тут я заметил да состояние салона хреновое, честно говоря. Давайте сзади посмотрим. Неудовлетворительное состояние салона. Также задние сидения. Более-менее, ну, вот этот ряд немножко, конечно, пострадавший. Потерпевший, так скажем. Вот, эту я бы, допустим, не брал бы. Давайте дальше посмотрим Субарики. Смотрите, с этой стороны Субарики мы как-то проглянули. А, один только Субарик стоит. Это Subaru Forester гибридный. С пробегом 10 тысяч километров 2021 года. Стоимостью 3 миллиона 300 тысяч йен. Сразу же можно посмотреть быстренько бегло салон. Салон. Ну, и так скажу, в хорошем состоянии. Да, на первый взгляд, конечно. Везде я не буду лазить. Но, в принципе, неплохо. Смотрите, в дверной карте нигде нету никаких царапинок. Вообще, очень даже хорошо. Так, что у нас дальше? Вот, Мицик, смотрите. Это Mitsubishi Eclipse Cross с пробегом 53 тысячи километров 2022 года стоимостью 2 миллиона 200 тысяч йен. Давайте, мне вот интересно, как вообще выглядит салон. Никогда даже не видел. Ну, вообще, состояние салона хорошее, удовлетворительно. Комбинированная такая кожа, видите. Очень даже приятная на ощупь. Руль, ну, более-менее, честно говоря. Вообще, так машина пойдет. Неплохая. Сзади места тоже вроде как достаточно. Давайте посмотрим. Это чисто мне от любопытства интересно. Ну, нормально. Более-менее, на самом деле. Пойдет для своих размеров. И цены очень даже сойдет. Дальше у нас идет Toyota Rumi. Вот так она выглядит. Это Keio Kei Kari. Да, у нас называется Keio Juyosha. Она идет, смотрите, 2017 года с пробегом 60 тысяч километров. Стоимостью 1 миллион 400 тысяч йен. На самом деле, почему японцы любят покупать вот эти Kei Kari? Из-за того, что налог действительно очень низкий. И ее легко продать потом. В плане, не то, что легко. Ее проще продать с меньшей тратой денег. То есть, вы намного меньше потеряете при продаже. Потому что обычно японцы продают как машины. Они приезжают вот в подобный автосалон к дилеру. Отдают свою старую машину, покупают новую. Либо даже бушную, но другую, я имею ввиду. И автосалон сам, он дает ну, мало денег. Он оценивает вашу машину как можно меньше. Потому что он потом либо продает, если там уже допустим, набегает километраж больше 100 тысяч пробег, обычно такие дилеры они отдают уже эту машину на аукцион. А там уже покупают такие более либо дилеры, которые продают уже с большим пробегом. Есть такие дилеры в Японии. Либо уже уезжает машина куда-то за границу. Вот. И поэтому японцы любят покупать вот такие вот маленькие вот эти кайкары. потому что их дилер потом их оценивает нормально. То есть ну, более-менее нормально с менее тратой денег, чем это будет обычный седан. То есть обычная машина. Смотрите, потом вот вроде бы как выглядит эта маленькая машинка, а смотрите сколько здесь места. На самом деле вот давайте я даже присяду. И это сидение оно не не отодвинуто назад. Это обычное нормальное положение сидения. У меня рост метр семьдесят пять. Смотрите вот сколько здесь места. Я вам скажу, даже у меня на харьке наверное меньше будет места. Смотрите, также у водителя. И сзади смотрите, сейчас я покажу, да, я не отодвигаю это сидение, все, чтобы вы посмотрели. Заднее, смотрите, сзади открывается это слайд дверь, открывается так дверь. И видите, сзади тоже места много. Смотрите, да, конечно, с багажником здесь проблемы. Ну, смотрите, вот я назад сел, во-первых, очень просторное сидение, действительно. Потом смотрите, смотрите, сколько у меня места здесь. Также здесь есть, смотрите, даже столик. На самом деле, это очень удобные машины, и именно поэтому японцы очень любят покупать. И цена недорогая. и плюс налог наверное в раза три примерно дешевле, чем на мой Harrier. У меня на Harrier налог, чтобы не соврать, примерно я вам скажу, 35 или 36 тысяч йен в год. На эту будет наверное 10 тысяч йен примерно. Это так я примерно говорю, я честно точно цену не знаю на их налог, потому что у меня никогда не было этой машины. Сейчас посмотрим Toyota Vellfire. Это очень хорошая и популярная очень даже в Японии машина. Это видите моделиста, то есть здесь необычные бампера стоят уже. То есть она вообще на самом деле очень симпатичная. Смотрите 2013 год с пробегом 35 тысяч километров стоимостью 2 миллиона йен. Здесь идет двигатель 3,5 литра. Это не гибрид. Давайте посмотрим состояние салона. Цена на самом деле мне кажется завышена немножко для таких годов. Хотя может я и ошибаюсь. Пишите вообще что вы думаете по поводу наших цен. Смотрите состояние салона я вам скажу очень даже хорошее. Здесь нет люка видите такая простая видимо комплектация. А вообще состояние салона пойдет как на мой взгляд очень даже хорошо. Сзади посмотрим салон. Здесь стоят атаманки видите. Кстати некоторые мне писали в комментариях что атаманки мол стоят только у боссов короче на самом деле это не так атаманки практически у всех стоят. Не ну наверное не у всех но процентов 70 простых обычных людей которые покупают машину для семьи у них стоят атаманки изначально. То есть я много уже у кого видел в этом ничего такого нету и это не считается сверх круто. Mitsubishi Delica дальше у нас идет 2016 года с пробегом 67 тысяч километров стоимостью 2 миллиона 500 тысяч ян. Это 4WD с двигателем 2.2 дизель. Дальше у нас идет Toyota Alphard 2022 года с пробегом 7800 километров стоимостью 5 миллионов 500 тысяч йен с двигателем 2.5 бензиновый естественно. Вот такой вот хороший Alphard. Вообще Alphard мне очень нравится. Давайте посмотрим салон. Салон в идеальном мне кажется состоянии сзади. Машина практически новая тоже атаманки имеются. такие сидения есть люк есть монитор сзади. Очень даже интересная машина. Это кстати Alphard не гибридная версия. Также как и этот следующий у нас идет 2021 года с пробегом 28 тысяч километров стоимостью 5 миллионов йен. Тоже в принципе неплохо все идет. Очень даже хорошо. Вот еще видите Alphard это все не гибридное вот вижу царапинку маленькую. Ну тоже 5 миллионов 200 тысяч йен видите с пробегом 31 тысячи километров 2020 года. Дальше у нас идет 4 миллиона 700 тысяч йен 400 700 тысяч йен с пробегом 31 тысяч километров тоже 2020 года. Дальше ребята смотрите Suzuki Spacia это гибридная версия с двигателем 660 кубиков с пробегом 30 тысяч 500 километров 2021 года 1 миллион 750 тысяч йен. Давайте посмотрим салон. Просто интересно самому. Ну видите все кайкаров салоны такие они очень просторные. Единственное что так это ой смотрите какое какой бардачок здесь интересный ИС-2 Единственное что в кайкарах это то что отсутствует практически багажник ну почти он то есть есть но его очень мало но зато в салоне места много следующая у нас идет honda nbox видимо только поставили на продажу ценника нету вот давайте опять honda nbox кастома nbox кастома с двигателем 660 кубиков с пробегом 34 тысячи километров 2021 года стоимостью 1 миллион 700 тысяч йен очень даже неплохо состояние салона удовлетворительное хотя нет немножко грязно вот вижу чуть-чуть совсем что-то заляпано может руками уже кто-то это потрогал так сказать вот nbox 1 миллион 350 тысяч йен с пробегом 18 тысяч километров 2018 года вот в таком состоянии вообще состояние машин здесь очень даже хорошее так тут идут nbox ценник мы примерно понимаем вот смотрите 1 миллион 250 тысяч йен с пробегом 32 700 километров 2017 года опять спасия стоимость 940 тысяч йен 2019 года с пробегом 68 тысяч километров honda n1 2022 года стоимостью 1 миллион 950 тысяч йен с пробегом 9 тысяч километров n1 давайте салон посмотрим никогда не видел сам да салон удовлетворительный очень даже вообще симпатичный на самом деле салон мне нравится класс а что вот у них с багажником могу вот показать допустим на примере вот этой вот honda смотрите багажник вот такой ну кстати ну более-менее сумку одну да можно кинуть запаски естественно нету а куда ее засунешь здесь ну так вообще симпатичная машина на самом деле смотрите даже ручечка такая есть здесь и тут и там и тут закрыли дальше ребята идет daihatsu копен смотрите она такая очень маленькая она мне вот смотрите практически чуть ниже даже груди gr spot с пробегом 4300 километров 2023 года стоимостью 2350 тысяч иен вот такая вот кстати написано toyota копен на ценнике написано напишите комментарии с чем это как это связано на самом деле будет интересно почитать давайте посмотрим салон здесь это именно идет видите спорт такая она двухместная всего ну салон такой конечно своеобразный можно сказать дальше у нас идет toyota aqua смотрите с пробегом 5300 километров 2023 года стоимостью 2 миллиона 400 тысяч иен aqua ну в aqua салон отличный это все знают это гибрид вообще очень интересная машина очень даже экономичная люди очень довольны кто пользуется aqua знаю понаслышке ну много кто мне рассказывал дальше смотрите 2021 года nissan not 1500 километров пробег 2021 года стоимостью 1 миллион 450 тысяч иен дальше 1 миллион 350 тысяч иен 25 тысяч пробег 2017 года дальше смотрите идет honda fit 2017 года 10300 километров пробег 1 миллион 400 тысяч иен так mazda двойка давайте посмотрим еще не смотрели 18 тысяч пробег 2020 года 1 миллион 600 тысяч иен так смотрите honda inside смотрим honda inside о вообще ценник отличный 57 тысяч пробег 2009 год 57 тысяч пробег стоимостью 400 тысяч иен здесь дальше идет 2012 год 86 тысяч пробег 900 тысяч иен это у нас Prius 30 давайте посмотрим салон Prius салон честно сказать удовлетворительный салон все ребят надеюсь вам понравился данный обзор всего доброго всем пока ребят пока